Блин уже давайте уже заседание это самая интересная часть игры все остальное вот это вот туда сходи сюда сходи вот это как-то прям надоедает окружной суд зал ожидания номер один вот мы и здесь да сегодня в этом деле будет окончательно поставлена точка ой господин харасю осмотрите рейдзи катана вчера мне звонил генеральный прокурор он сообщил что позиция господина гадаяма на суде не подлежит сомнению как бы ты не ставил под сомнение его показания если я выражу протест судья обязательно меня поддержит выходит и судья пляшет под дудку гадаямы так ты хочешь сказать что меня признают виновным несмотря ни на что хорошо я пойду на все ради нужного приговора на всю но почему почему как вы можете так издеваться над невиновным человеком невиновным откуда нам знать виновный всегда будет лгать чтобы избежать ответственности виновных и невиновных никак нельзя различить мне остается надеяться что каждый подсудимый получит обвинительный приговор таковы мои принципы катанара ты стал другим ты изменился скатился господин харасю так вы знакомы рюте харасю не думаешь что к тебе будет особое отношение рюте заседание вот-вот начнется а как же ваш адвокат он же еще не пришел или он не я буду сам себя защищать ладно пошли девятое сентябре десять нуль ноль почалося суд приступает к рассмотрению дела гражданина рьюти харасю сторона обвинения готова ваша честь сторона защиты готова ваша честь господин харасю вы точно справитесь да ваша честь я буду сам себя защищать хорошо господин катанара ваша вступительная речь так как уважаемый суд уже имеет общее представление о случившемся мы сегодня заслуживаем показаний еще одного очевидца убийства понятно обвинение может вызвать своего свидетеля как-то странно судья должен был спросить почему свидетель катанары не давал показания в прошлый раз такое такое впечатление что ему уже известна причина что же мне делать стоит ли выражать протест по этому поводу ну его конечно стоит что нет то господин катанара вы должны кое-что объяснить суду почему этот свидетель не давал показания во время вчерашнего процесса над госпожой осато приношу свои извинения понимаете господин додоям очень занятой человек грунтого я тогда посчитал что показаний госпожи макуси будет более чем достаточно опять же приношу свои извинения уважаемому суду они принимаются господин катанара ваше поведение достойно похвалы окей бро вот тена он получает одобрение а я остаюсь с носом я хотел бы вызвать для дачи показаний господина гадая му пожалуйста ваше имя и фамилия ясай эм ваше имя и фамилия ссори я долгое время прожил в америка поэтому я немного подзабыть родная речь имя они отлично ладят друг с другом меня зовут гора гадаяма ну или по-нашему гора гадаяма я президент гора глобал ой вернее президент вы были знакомы с потерпевшей мии осато never give up нет не был в ночь убийства вы находились в отеле фукусима да корректно и именно оттуда вы наблюдали за убийством хай вижу мы нашли с вами общий язык хорошо господин гадаяма можете приступить к даче показаний если я не разделаюсь его показаниями суд признает меня виновным но почему у меня вечно такое ощущение будто у меня земля горит под ногами о-хо-хо мистер адвокат я надеюсь вы уже присмотрели себе комфортабельную камеру да господин харайсё покажите ему где раки зимуют показания свидетеля значит если я не ошибаюсь было где-то около девяти вечера окей я возбук в смысле читал некоторые документы у окна и вдруг я услышал шум снаружи меня это удивило поэтому я окинул взглядом противоположное здание именно тогда я увидел его мужчину с торчащими волосами замахивавшегося на женщину стоит ли мне говорить что этим мужчиной был мистер адвокат я сразу же позвал мисс макуси ее это тоже потрясло потерпевшая она попыталась сбежать но вы бросились за ней затем был жуткий импакт и все кончилось если все случилось так как вы говорите то тогда подсудимый однозначно виновен разве чтобы тебя в чем-то обвинять не нужны доказательства какие-то не ладно подсудимый ой то есть защита приступать к допросу хорошо ваша честь так допрос свидетеля значит если я не ошибаюсь было около девяти вечера ошибаетесь как так получилось что вам было известно точное время разве вы не знаете что я само совершенство что я идеал нет 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 вы так просто не отвертитесь от вопроса вы такой недоверчивый мистер адвокат простите не напомните как переводится термин secretary anyway мисс макуси попросила принести ей заказ в девять часов вечера убийство случилось скоро после доставки напитков макуси говорила то же самое надавить да коридорный принц а кофе вручила его госпоже макуси но он утверждает что в тот момент он вас в номере не видел виновен а вот что вас волнует мисс макуси принимала заказ в коридоре поэтому он собственно меня и не видел он же не умеет смотреть сквозь стены ммм скажите чем вы занимались в тот момент я вас бук э в смысле читал некоторые документы у окна вареж вы имеете ввиду то окно которое выходит на бюро асата и ко корректно между прочим это единственное окно в номере и вы у него читали документы корректно покусима это отель для бизнесменов я веду бизнес и поэтому я очень busy man и вдруг я услышал шум снаружи врешь шум по-моему в этот момент вы напали на нее ясно продолжайте меня это удивило поэтому я окинул взглядом противоположное здание выходит перед тем как вы услышали шум вы изучали документы да это ниже моего достоинства подглядывать за другими людьми ниже достоинства а сейчас ты на этом целое состояние сколотил именно тогда я и увидел его мужчину с торчащими волосами замахивающегося на женщину торчащими волосами стоит ли мне говорить что этим мужчиной был мистер адвокат то что вы сейчас сказали полностью противоречит показаниям госпожи макуси она четко указала что у нападавшего была девичья фигура знаете мистер адвокат я никогда не жаловался на старту зрения какое у вас зрение с учетом двух глаз два ноль в смысле так это хуевое зрение алло у меня минус четыре с половиной а два ноль кто же их складывает мне кажется свидетель этим подчеркивает свое отменное зрение эй я думал судья должен быть непредвзятым и что вы затем сделали я сразу же позвал мисс макуси ее тоже это подчеркнул hold it а чем в этот момент занималась госпожа макуси она как раз закончила смотреть свой сериал по телевизору она была вся в слезах вы знали что она прослушивает телефон асата и ко не важно это совершенно не касается данного дела значит касается ничего я отвечу нашему пытливому адвокату прослушка телефона госпожи асата личная инициатива мисс макуси господин гадаяма вам надо идти в политике о-хо-хо-хо-хо я и так уже президент куда выше продолжайте потерпевшая она попыталась сбежать но вы бросились за ней можете рассказать об этом поподробнее нам ведь нужно знать каждую деталь произошедшего of course i under table вы напали на жертву после чего она побежала влево но вы бросились вслед за ней и ударили ах ты хитрец вы уверены но получается показания разнятся вы что забыли что я само совершенство пожалуйста напомните свои показания соответствующей информации потерпевшая побежала влево и вы бросились за ней по горя я могу сейчас уже чё-то не давайте вы точно в этом уверены да сколько же мне повторять я само совершенство точка господин карасе у вас ничего не смущает его словах окей может быть может быть сейчас попробовать вовремя но ваша честь заявления свитlys содержат противоречия извините но я не вижу здесь противоречий табака Что, может стекло ему опять это показать сраное? Показание девки надо? Реально. Все, не подсказывает. Алло. Ваша честь, эта улика явно противоречит словам свидетеля. Я не понимаю, как они связаны между собой. Выходит, они никак не связ... Окей, ладно, хорошо, подождем. Импакт, может вы хотели сказать удар? Ридикюль, вы что, не видите разницу между жалким ударом и полноценным импактом? Зря я затронул эту тему. Интересно, эти показания, заготовка катонары? Впрочем, какая разница, надо искать неувязку в показаниях. Значит, если я не ошибаюсь, было где-то около девяти вечера. Как так получилось, что вам было известно точное время? Подожди, я вам по второму кругу что я не начал это все говорить? Впрочем, ты самыйuser? Продолжение следует... 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 чё-то я не понял может быть он типа здесь находился на самом деле я не понимаю или это вообще не важно и куда я куда угодно можно тыкнуть или чё короче важно это очень важно оу-оу погоди а почему стул валяется он заходит она сидит подожди если она в кабинете была она скорее всего здесь сидела он заходит ну типа у него есть наверное но это уже блять я совсем муху него начинаю придумывать но как бы этого логично выглядело она сидит он заходит она его видит может быть она подрывается пытается вот так вот выбежать и он вот так вот с ней здесь встречается здесь его хуякает она тут падает или чё у это убийца да я знаю что у это убийца мне рассказали показать где убийца или типа просто сюда тыкнуть надо окей он находился здесь смотрите когда жертва бросилась в двери он стоял здесь и поэтому ему показал что она побежала влево сейчас не время для глупых то есть просто надо было когда вот вот такие вот это вот когда надо геймплея добавить просто так с нихуя вот просто на ровном месте надо добавить какой-то геймплей он добавляет такую херню которая выглядит настолько абсурдно что ты начинаешь ее слишком сильно обдумывать и там стоял убийца тишина тишина в зале суда нарушители порядка будут отштрафованы за неуважение к суду защита вы к чему клоните скунсбег гипотеза защиты искажает истинное положение дел ваша честь и вправду она довольно притянута за уши о-хо-хо вы нас так повеселили мистер адвокат и что теперь он смеется это комичная ситуация кое-что мне напомнило похоже что я не совсем ясно выразился за это я прошу простить меня мистер судья можно я еще раз дам показания хорошо дополните ваши старые показания удача разбитые показания обратно уже не склеишь показания свидетеля показания госпожи макуси противоречит мы не противоречит моим словам когда вы напали на девушку она сперва побежала влево после этого вы со звериной жестокостью ударили ее затем она выбиваясь и сил бросилась вправо вы погнали за ней ударили ее в последний раз вот именно это и видела госпожа макуси понятно вы ударили ее два раза вы что забыли уже мистер адвокат так алё такое всегда есть в документах после вскрытия там же всегда четко написано сколько раз чем ударяли шо за чушь хм все логично защита вы будете опрашивать свидетеля еще бы в смысле да ваша честь показания госпожи макуси не противоречит моим словам каким именно образом я это как раз и собирался объяснить вы местные вечно такие нетерпеливые нашелся в ней иностранец когда вы напали на девушку она сперва побежала влево что значит сперва сперва обычно предшествует затем вы человеческого языка не понимаете что ли вы это присядьте вы лакс нити немного я постараюсь говорить доступным для вас языком сперва она побежала влево после этого вы со звериной жестокостью ударили ее я никого не ударял ну что вы мистер адвокат отсюда ничего не скроешь я ничего не скрываю обвинение просит защиту не переливать свидетеля во время дачи показаний господин хорошо я вас предупредил почему он разозлился именно на меня затем она выбиваясь из сил бросилась вправо что значит затем я это знаю тогда какие-то мне имеются вопрос мистер адвокат я рассказал мы погнали за ней ударили ее в последний раз хватит меня обвинять да блять что ты за хуйню несешь это не я бы это бы не я ты врешь прешь все что в ракет но это же были вы господин хорошо если это были не вы то тогда предъявите суду доказательства блин такими темпами меня точно начнут считать убийцы я могу продолжать и вы видели оба этих удары само собой простите что не упомянула об этом раньше что думаете господин хорошо думаю лис угодил капкан он допустил ошибку ничего пусть пока посмеется хорошо смеется последним чат заткнитесь нахуй приз тишина в зале цуда показания госпожи макуси не противоречат моим словам когда мы напали на девушку она сперва побежала влево можно здесь попробовать прилепить стекло чем не вообще есть из этих штуковин скончался от удара тупым предметом осколки стеклянного торшера подожди что-то глупость какая-то если я ее два раза ударил как она тогда потом могла написать еще записку почему я ее не добил то просто игра так тупо сделано что блять и хуй поймешь когда конкретно какой конкретно момент разработчики хотят чтобы ты предъявил эти доказательства схема кабинета бюро осад и ико ставшего местом преступления хотя я не читаю чат я не читаю чат я не читаю чат так давай заново показания госпожа макуси не противоречат моим словам ну типа вот это здесь подходит ведь буквально противоречат о да кстати спасибо за ему утонли когда вы напали на девушку она сперва побежала влево просто не состыковка здесь в том что там этот торшер он разбился но если я даже покажу эти осколки это же только наоборот подтвердить его слова типа а вот вы не правы вот там еще как бы батл был с торшером вот он упал разбился он скажет ну да вы же там дрались типа после этого вы со зренной жестокостью ударили ее затем она выдаваясь сил бросилась вправо вы погнали за них и ударили ее в последний раз вот мне кажется здесь надо вот это показать скончалась от удара тупым предметом если это не оно я не знаю это такая тупость блять свидетель потерпевший был нанесен лишь один удар что вы на это скажете я обиделся он открылся надо бить господин гадаяма помнится вы только что утверждали что вы само совершенство надо завязывать с этой фразой ваша честь я бы хотел попросить свидетелей еще раз рассказать нам об увиденном вполне очевидно что свидетель растерялся ваша честь прошу уважаемый суд сделать 10 минутный перерыв да да вполне свидетель врет вот почему он растерялся я поступаю категорически против перерыва да даешь право суде он хочет выкрутиться ну хорошо если свидетель не против еще раз дать показания зал на моей стороне теперь ты не уйдешь гадаяма господин гадаяма хорошо показания свидетель и так ну видите ли когда я услышал звон стекла я взглянул на окна и модер можете выключить м утон я просто не буду смотреть чат когда я увидел звон стекла я взглянул на окна затем я увидел как мисс мия побежал ой так слева же находится стекло то есть она сначала торшер разбился а потом она побежала налево убийца это вы набросился на нее но она увернулась после этого жертва развернулась и побежала к двери а затем вы убили и одним ударом банк хорошо может можете приступать перекрестному допросу ваша честь понимаете у меня тут разболелся желудок терпите мы почти закончили допрос свидетеля когда я услышал звон стекла я взглянул на окна услышали звон стекла а что его вызвало что а его это был стеклянный торшер точно он был найден на убитым на месте преступления господин хорошо у вас его слова не вызывают подозрений да странно это все надо бы надавить на него господин гадаяма что такое вы видели стеклянный торшер да но как если как он говорит он его там не было он это все видел из окна торшер то был за окном он же сбоку был от него его там нельзя было увидеть когда упомяните об этом ваших показаниях извините ошибочка вышла свидетель наполните ваши показания ладно ладно какие проблемы я заметил что на полу лежит стеклянный торшер он это мог заметить она пока не будем сначала все послушаем на полу лежит стеклянный торшер первый раз слышу чтобы о нем упоминали почему ваню мне сообщили раньше почему я ну мне сказали чтобы я о нем не стоп подождите давайте мне забраться с мыслями я так растею его ложь трещит по швам ваша честь попросите защиту прекратить изводить свидетеля защита пожалуйста не изводите свидетеля хорошо ваша честь катанара в отчаянии свидетель можете продолжать затем я увидел как мисс мия побежала влево мия господин гадаяма выходит вы были знакомы с потерпевшей нет 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 трижды нет откуда я мог ее знать не вижу ничего странного в том что свидетель знал имя жертвы защита я не позволю вам цепляться к моему свидетелю катанара ты занервничал убийца это вы набросился на нее но она увернулась но вы же раньше говорили что ее сперва ударили и только после этого она попыталась забежать да я наверное просто все перепутал но не волнуйтесь теперь то мы знаем что случилось м после этого жертва развернулась и побежала к двери и что вы тогда сделали естественно я побежал за все ну вот на этом все как бы если бы это был нормальный суд это все это туши фини то ля комедия нет нет не я убийца кто же еще это он за ней побежал господин гадаяма постарайтесь держать себя в руках защита пытается вывести вас и тебя с помощью беспочкновых обвинений ах ну да спасибо вам мистер рейдзи а затем убили ее одним ударом бантс бантс не похоже это на звериную жестокость упомянутую вами предыдущих показаниях о-хо-хо я же все таки пацифист о господин карасе он стал менее говорливым он просто боится что я поймаю его на слове но мне это будет нелегко сделать я заметил что так все мы самого начала начали как ты мог заметить затем я увидел как мисс меня побежала влево так либо первая реплика сразу и показать карту блин ну тут непонятно что показывать стекло здесь нету смысла показывать наверное лучше карту господин гадаяма вы не могли видеть стеклянный торшер взгляните на это эта схема кабинета в котором произошло убийство до верно ваша честь давайте взглянем на нее если бы мы смотрели в кабинет через окно наше поле зрения было бы таким обратите внимание торшер находится вне поля зрения ну господин гадаяма что вы скажете на это свидетель если бы вы согласно нашим вашим словам находились в отеле фукусима вы бы никак не смогли увидеть торшер до его падения более того вы бы не смогли увидеть его и после падения битое стекло тоже никак не могло навести вас на мысль что оно было от торшера и так когда же вы увидели стеклянный торшер наверное тогда когда он упал и разбился это все можно было увидеть только в одном месте в бюро асата и ко другими словами во время убийства вы находились на месте преступления опять придумаете и заменется свидетель господин гадаяма им были вы да ваша честь я я мисс мия ха похоже оправдательный переговор в наших руках конечно это уже слишком хоросер чего блин катанара господин гадаяма я думаю пришла пора вам по моему пора признать свою вину чего я сказал вам пора признать свою вину вину в том что это вы разместили прослушивающее устройство прослушку порядок порядок окей он типа ему пытается помягче помягче нарушение какое-то что ли привязать господин катанара суд требует от вас объяснений уважаемый суд господин гадаяма немного запутался я сейчас все объясню дело приняло дурной оборот как вы уже знаете господин гадаяма является президентом гора глобал он приказал своему секретарю мини макуси прослушивать телефонные разговоры мини осад а каким образом это касается ваша честь возникает вопрос когда и кем было установлено прослушивающее устройство в кабинете нет ты не посмеешь господин гадаяма вы проникли в бюро осад и коза тем чтобы установить в нем прослушку да да вы совершенно правы мистер рейдзи не верю своим глазам да я проникли юридическое бюро осад и коз чтобы установить там прослушку именно тогда я увидел этот злополучный торшер теперь растерянным оказался я господин катанара объясните суду что сейчас произошло с радостью ваша честь рюите карасева вполне ясно изложил свои аргументы он установил что господин гадаяма знал о наличии стеклянного торшера в кабинете и он указал что господин гадаяма мог его видеть только в одном случае в момент совершения убийства таким образом защита обвиняет моего свидетеля в том что это он совершил преступление теперь понятно однако факт остается фактом господин гадаяма посещал бюро задолго до момента преступления чтобы называть вещь фактом нужны доказательства он просто это только что выдумал и и все таки типа а ну реально вот тогда он и заметил этот стеклянный торшер как видите гипотеза защиты это ничем не обошнованным вымощал свидетельцу требует прояснить факт прослушки с вашей стороны какие проблемы у меня нет слов показания свидетеля это случилось начале сентября за неделю до убийства я проник в бюро осато и к сделал я это понятное дело за тем чтобы установить там прослушивающее устройство вот тогда то я увидел стеклянный торшер получается вы видели стеклянный торшер еще до того как произошло убийство и поэтому вы смогли определить по звуку что звон был вызван падением стеклянного торшера мне мне нравится как они вообще всему на слово верят корректно именно так это многое проясняет хорошо господин хорошо можете приступать к допросу тоже мне теперь делать удачи вам допрос свидетеля это случилось начале сентября за неделю до убийства чем вы можете подтвердить ваши слова мини макуси знала подробности разговора госпожи осато следовательно прослушка была установлена до убийства а ну да я проник в бюро осато и коа а это точно были вы может туда проникла госпожа макуси следователи обнаружили в кабинете неизвестные отпечатки пальцев а почему мы об этом только сейчас узнаем очевидно что их там оставил господин гадаяма во первых да во вторых какого смысла говорить очевидно что это был он он типа просто это как блять что за тупейшая игра сука главный прокурор говорит ну типа это же я ну ясен пень это был он ну типа ну чел 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 типа это очевидно чел зачем нам экспертиза чел это же очевидно алё бля какая тупость я хуею даже не сомневаюсь что катанаро уже знает владельца этих отпечатков пальцев господин гадаяма расскажите нам зачем вы туда проникли сделал я это понятное дело за тем чтобы установить там прослушивающее устройство зачем вы прослушивали телефон мии ваша честь этот вопрос никак не касается нашего дела гора глобал это в некотором роде детективное агентство мы обязаны обеспечивать конфиденциальность наших клиентов вот тогда то я и увидел стеклянный торшер а с чего это вы вдруг обратили внимание на обыкновенный торшер торшер был полностью сделан из стекла он был таким стильным и это по-видимому произвело на меня сильное впечатление такая beautiful scene приковывает к себе лук вот и все блин тут избиться то толком не за что ладно он сейчас на нервах возможно я смогу что-нибудь выбить из него хитростью окей какие у меня есть приколу приколусы скончалась от удара тупым предметом то есть это все не имеет значения либо либо прослушка либо чё либо телефон 5 сентября 5 сентября 5 сентября 5 сентября 5 сентября Окей. Сделал я это, понятное дело, за тем, чтобы установить там прослушивающее устройство. Ну вот здесь можно ему предъявить прослушивающее устройство, но я не понимаю зачем. Какая связь. Ой, неужели у меня иссякли аргументы? Эй, погоди. Эй, стоп. В смысле, это на время было? Ай-яй-яй. Защита, похоже, что вы приплыли. Пора бы вам признать своё поражение. Вы сражались достойно. Всё, я больше не могу. Защита у вас ещё имеется возражение? Нет, ваша честь! Рю! Рю, обернись. Этот голос. Мия? Рю, никогда не опускай руки. Мэмэйя? Не может быть. Я ебанутый. Где это я? В зале ожидания? Что случилось? А, ну да, я проиграл прение. У меня начались галлюци... Я не понимаю, я реально слился или чё? О, наконец-то ты очнулся. Мама Мия! Мамма Мия! Кто же так встречает старого друга? Рю, взгляни на меня. Ты же Майя? Ты забыл, что женщина нашего рода способна вызывать души умерших? Когда ты признал своё поражение во время заседания суда, ты тем самым пробудил истинные способности Майи. Мия, получается, Майя сейчас находится в контакте с тобой. Да, я Майя, и в то же время я Мия. Но сейчас нас должно волновать не это. Майя никогда не сдавалась, и ты тоже не должен сдаваться. Вот это я в тебе и хотела сказать. Майя, это обычный чек, на нём красуется название одного известного магазина. Сто тысяч йен. Ого, ну и сумма. Товар стеклянный. То есть я даже не мог там вы... Ой, блядь. Дата покупки. Четвёртое сентября. А-а-а! Четвёртое сентября. Вот именно, я купила торшер за день до своего убийства. А-а-а! Шок! Ничего себе! Ты помнишь, что Гадаяма заявлял в своих показаниях? Это случилось в начале сентября за неделю до убийства. Он говорил, что видел торшер за неделю до убийства. Вот тебе и ответ. Слушания скоро возобновятся. Вперёд, Рю, теперь ты сможешь доказать твою невиновность. Да! Блэ. Суд возобновляет слушание. Подсудимый. Точнее, вы в порядке, господин Харасё? Да, извините, Ваша честь, теперь всё в порядке. Тогда продолжим с того места, где мы прервались. Ваша честь, нет никакого смысла продолжать слушание. Перекрёстный допрос господина Гадаяма завершён. Вам лишь осталось вынести вердикт в отношении подсудимого. Рьюти... А-а-а, Рюйти, Харасё. Хм. Ваша честь, прошу вас позволить мне ещё раз допросить свидетеля. Обещаю, это будет в последний раз. Но, как уже ранее заметил господин Катанара, суд почти подошёл к концу. Обвинение ваше мнение? Я думаю, нам стоит позволить защите ещё раз допросить свидетеля. Так и быть, можете начинать перекрёстный допрос. Что же делать, что же делать, что же делать? Что же делать, что же делать, что же делать? Взгляните сюда. Это чек, на котором кровью выведено имя Майя. Ахаха! До вас таки дошло! Я не об этом. Присмотритесь к лицевой стороне чека. Лицевой? Ваша честь, вы можете зачитать залу, что написано на лицевой стороне чека. Вот тебе на, стеклянный торшер. Дата покупки. Ну надо же! Он был куплен за день до убийства. Ахаха! Теперь понятно. Господин Гадаяма, вы говорите, что вы якобы проникли в двадцатый ко в начале сентября. Но в тот момент торшер не находился в кабинете! Ну, господин Гадаяма, где ваша очередная отговорка? Нет. Нет? Это не пассибл. Что? И на этом все? Он уже сдался? Ваша честь, я понимаю, вы сейчас находитесь в очень непростом положении. Но я думаю, вы осознаёте, что в данной ситуации вы не можете признать меня виновным. Хорошо. Стоять, Харасё. А? Неужели он попытается спасти его шкуру? Впрочем, это же Катонара. Я признаю, версия защиты не лишена смысла. Но ни одна улика не говорит о том, что Рьюти Харасё не виновен. Поэтому я хотел бы попросить суд продлить арест подсудимого на ещё один день. Я хочу уточнить один момент, и для этого мне нужно время. Уточнить? Он, видимо, хочет провернуть ещё один трюк, подобный тому повторному вскрытию. Он штампует эти улики, как ему заблагорассудится. Меня это не устраивает. Выразить протест. Вина Горога до Ямы очевидна, и я не вижу смысла продолжать премию. Господин Катонара. Знаете, обвинение кого-либо в преступлении моя прерогатива, ведь это я прокурор, как-никак. Мне нужен один день, чтобы проверить обоснованность вынавиданных вами обвинений. Хм, протест отклонён. Слушания по делу у гражданина Юти Харасё откладываются до завтрашнего дня. Если сегодня не будет вынесен вердикт, дальнейшие события будут непредсказуемыми. К тому времени Катонара либо найдёт, либо сфабрикует новую улику. А ведь Мия специально вернулась, чтобы помочь мне. Мистер Судья, я могу уже уходить? Конечно, извините, что задержали вас. Чёрт. Свидетель, подождите. Это же Мия. Рю, прочитай вслух эту записку. Мия, что это? Список имён, написанный почерком Мии. Ваша честь, могу ли я? Вы сегодня очень настойчивы, господин Харасё. Ещё бы, на кону стоит моя жизнь. Я хотел бы кое-что зачитать уважаемому Суду. Я хотел бы показать им свой значок адвоката и напомнить всем, кто я такой. В записке Мии содержался список имён, многие из них я уже где-то слышал. Финансисты, известные артисты. И в этот момент произошло следующее. Хватит, хальт, хорош. Пожалуйста, остановитесь, остановите его. Откуда? Откуда он у тебя? Господин Гадаяма, немедленно признайте свою ину. В противном случае этот список будет передан журналистам. Я сознаюсь, я сознаюсь. Это, это я сделал. Это я ударил её. Это я ударил госпожу Мию. Мыслителем. Дело раскрыто. Ваша честь. Ебаный рот, что за игра, блядь. В таком случае я не вижу смысла продолжать премия. Господин Харасё? Да, Ваша честь. У вас опять получилось. Ваша защита просто захватывала дух. Спасибо, знал бы он, какой у меня тут дух под боком. Хорошо. Суд постановляет защита... Ой, в смысле, гражданин Рьюти Харасё... Не виновен. Судебное заседание объявляется закрытым. Окружной суд, зал, ожидание номер один. То есть мне, грубо говоря, если поменять там духа на что-нибудь подобное, это можно сказать так. Это как если бы ко мне прилетели инопланетяне, которых вижу только я, на летающей тарелке прямо в здании суда, и спустили бы мне доказательства. Там, я не знаю, ДНК какую-нибудь этого чела или ещё что-то, и улетели бы. Вот это примерно то же самое произошло. Поздравляю, тебе повезло, что я ношу фамилию Асата. Мне повезло, что ты и Майя были вместе со мной. Я рада твоему успеху. Спасибо тебе, Рю. Ты многим рисковал, помогая мне и Майя. Я буду это помнить всю свою жизнь. Жизнь? Что же, мне пора. Уже? Способности Майи пока ещё слабо развиты. Я не могу больше задерживаться. Нет, нам надо столько обсудить. Не волнуйся, я уверена, мы ещё встретимся. Шеф! Хи-хи, я уже больше не твой шеф. Рю, не мог бы ты зайти сегодня вечером в бюро, скажем, 21... 0-0. Бюро? До скорого. Шеф? Мия? Я не хочу в 21-0-0 бюро заходить. О-о-о. О-о-о. Что, сейчас меня прибьют? Я уже ничему не удивлюсь вообще в этой игре. Мне здесь всё напоминает о той ночи. Наконец-то ты пришёл. Мия. Я волновалась, вдруг ты не придёшь. Я не мог не прийти. Отлично, я ведь такая голодная, как насчёт Ромена. Мия? У-ха-ха, ты бы видел своё лицо. Мия! Ты вообще о чём? Это же я, Майя. Майя? Ну как, я была похожа на сестру? Похожа. Ты ею и была. Надо взять эту идею себе на заметку. Ой, Рю, может сбегаешь купить мне чего-нибудь вкусного, а? Эм, Майя, ты что здесь делаешь? Вот, смотри, Мия оставила мне записку. Прошу тебя следить за Харасё. Следить за Харасё? О чём это она? Она имела в виду бюро, это бюро. Кто-то же должен следить за новым бюро Харасё и Ко, да? Кто, как не я, Майя Асата, разрешите доложить. Хотя мне надо поменьше официозу. Привет, Рю, я пришла, айда за работу. Ты же не против, если я буду звать тебя Рю? Настоящее бойцовское имя, Мия тебя всегда так называла. Теперь мои напарники. А ведь если так подумать, я влип в эту передрягу из-за Майи. Но, если бы не она, я бы уже давно сидел в тюрьме. Бюро Харасё и Ко хорошо звучит. Спасибо, Майя. Удачи тебе. Рю. Я всегда буду поблизусь. Ладно, Рю, побежали. А? Куда? За Роменом. Зачем же ещё? Здесь рядом есть одна отличная закусочная на колёсах. Пошли. Хватит зря терять время. Хорошо. Подожди меня. Конец. Я никогда не играл ещё во что-то столь анимешное. Добавлено новое дело. А сколько их здесь всего-то вообще? Ёкарный бабай. Ну да, кстати, прям в тайминг попали. Ар, больше ты не обесславишь меня остальной... Не-не-не-не-не. Не-не-не, никаких самураев. Никаких. Чё на этот раз? Вот это уже реально жожа какая-то. А, это чё, типа тизер? Не-не-не, ну-ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Значок адвоката. Что ж, хотя бы он при мне. Ну, что... Что тут сказать? Что тут сказать? Не, ну, как бы прикольно, но слишком анимешно. Только всяких вот этих вот глупостей, каких-то нелогичностей, вот исконно анимешных, это... Это для меня перебор. Это для меня перебор. Ну да, типа забавно, прикольно. Я не говорю, что это прям мега залупа. Но это вот, если вы фанаты, прям лютые фанаты аниме, я думаю, это прям игрулечка для вас. Вот. Но я... Я наигрался. Там дальше сюжет идёт вперёд, так что там лучше. Ну, ребята, а теперь в Тарков. Зацени смайлик, ещё сделал смайлик. Ребята, вы сейчас что, из всего подряд будете смайлик делать? И зачем это? Зачем это использовать? Где? Когда? Почему? Теперь в Данганронпу. Не надо. Пожалуйста, хватит аниме. Хватит аниме. Молю. Не, добавлять не буду. Так, чё по таймеру? 20 секунд. Моя оценочка данной видеоигрулечки... Ну и... Ну как бы 5 из 10... 5 из 10 это как-то слишком мало. Ну а 6 из 10 это как будто слишком много. 5 с половиной. Пускай будет 5 с половиной. Вот я поставлю 5 с половиной из 10. Но для меня всё, что выше 5 это норм. Всё, что ниже 5 это не норм. Ну потому что 5 это норма. Это средняя оценка. Вот. Если вы там ставите 10 из 10, ну это уже... Это я уже не знаю, о чём говорить. Толл. Спасибо за 100 рублей. Всё-таки балдёжная игрушка. Её очень угарно смотреть. Надеюсь на продолжение. Ни в коем случае. Даже не надейся. Даже не надейся. Хуже Аутласта? Ну, выходит, что так. Всё. Всем спасибо большое за аукцион. Отдельное. Жил был один весёлый камень. Весёлый камень. Весёлый камень. Весёлый камень. Его все брали и бросали. Весёлый камень. Весёлый камень. Весёлый камень. Весёлый камень. Его все брали и бросали. Весёлый камень. Весёлый камень. Жить его не удалось. Субтитры сделал DimaTorzok